Здравствуйте! В эфире телеканала Милет новый проект «Главное интервью». Открывает его глава Республики Крым Сергей Аксенов. Сергей Валерьевич, добрый вечер. Добрый вечер. К сожалению, начну с трагической новости. Сегодня стало известно о гибели министра МЧС России Евгения Зиничева. Вы ранее выразили соболезнования, отметили, что он много сделал для в целом российского Крыма. Какое участие он принял в ликвидации последствий летних наводнений на полуострове? Диспетрация небесная, конечно, Евгению Николаевичу и соболезнования родным и близким. Лично его знал. Две недели назад с ним общался последний раз. Могу сказать, что Евгений Николаевич был такой человек, который никогда не отказывал в просьбах. Даже если это не касалось черечайных ситуаций, а помощи в мирное время, соответственно, было так, знаете, что МЧС, Министерство обороны, там, соответственно, всегда и правоохранительные структуры, в общем, всегда приходят на помощь даже в ситуации, не связанной, нарушение общественного порядка или там угрозы какой-то военной в данном случае. И вот обращавшись, всегда получали нужную поддержку. Это колоссальная потеря, на самом деле, и человек очень системный, очень правильный по жизни. И вы видели, я вот разговаривал с коллегами, его, которые находились там тоже сегодня, общался, тоже был удар, на самом деле. И они говорят, Евгений Николаевич не раздумывал вообще, как только поскользнулся этот оператор, он вообще не думая, там, около 15 метров высота с обрыва, прыгнул вниз, ну и, соответственно, камень был в воде, там, ну, что можно сказать? Человек и жил, и погиб как герой, и Евгений Николаевичу, Царство Небесное, соболезнованный, еще раз говорю, родным и близким, тяжелая утрата для нас всех, и еще раз говорю, МЧС всегда приходил на помощь, а роль руководителя всегда с точки зрения оснащения службы, обеспечения коллектива, средствами защиты и, в общем, то есть настрой коллектива на выполнение задач, конечно, это была его заслуга. Конечно, до него были руководители, Сергей Кужедович был сильный, то есть который создал структуру изначально, но, тем не менее, то есть роль Евгения Николаевича очень была велика, и вот его отмечают сегодня как очень правильно, неконфликтного человека, который с уважением к близким относился, всегда без заносчивости, общался, отвечал на вопросы, ну вот, что могу сказать, то есть вот жалко, когда такие люди уходят из жизни раньше времени. К огромному сожалению, Царство Небесное по земля ему будет пухом. Сергей Валерьевич, летние потопы привели к личным трагедиям, есть люди, которые остались без жилья, что с ними будет, и как сейчас восстанавливается инфраструктура? На самом деле, в этом году два стресса, конечно, для Республики Крым, это ЧАЭС, наводнение, в чем в городе Керчь неоднократно получается, с повторным затоплением, и, конечно, то есть, как бы для нас одна из самых серьезных проблем, это ликвидация последствий была, всем без исключения будет оказана помощь. На сегодняшний день общее количество пострадавших в результате ЧАЭС по Республике Крым, это во всех муниципальных образованиях, 2617 человек, в общей сложности на сегодняшний день выплаты 10, 50 и 100 тысяч получили, это в размере, в общей сумме составили выплаты, составили, вот получили 2617 семей, в общей сложности, разные категории выплат, 230 миллионов было потрачено из резервного фонда Республики Крым, и 202 миллиона – это благотворительный фонд с помощью акционерных обществ, ну, в общем, это деньги частных инвесторов. Это были выплачены практически все автомобили, пострадавшие во время первой, и я принял решение во время второй волны, там более 120 автомобилей, подали заявки, соответственно, понятно, перепроверили люди, хотя, ну, с вечера было информирование о подтоплении, в тех местах, куда вода пришла, опять же, в первый раз, то есть, ну, вот, я имею в виду, на второе затопление, но в первый раз, то есть, как бы, решение было принято, конечно, людям все это компенсировать, выплаты по автомобилям практически все, ну, вот, сейчас завершатся, то есть, окончательно, вторая волна, вот, эти 120 автомобилей, ну, буквально, там, в течение, там, 50 дней, оценка, сколько я знаю, там уже заканчивается, предварительного ущерба, все выплаты получат. При этом, за счет внебюджетных источников приобретены 4 квартиры в городе Ялта, переселенцам, за бюджетный счет, в том числе, будет проведено расселение, выплата компенсаций жителям, причем по стоимости, вот, сейчас правительство Российской Федерации на согласовании проект постановления находится, я вчера с Марши Хустулиным разговаривал, значит, по поводу переселения, это касается, вот, не переселения, а выплат компенсаций, достаточных для приобретения нового жилья, это жители города Керчь, города Ялты, улица Вергасова, Ялта и Керчь, Женни Дудник, улица Чернышевского. В общей сложности этот процесс будет решен, все получат полностью компенсации, позволяющие купить им по стоимости квадратного метра, он будет выше территориального нашего норматива, Республика Крым, из республиканского нашего бюджета мы выделим 92 дополнительных миллиона, к федеральным деньгам, там просто по норме расчета, по нашему коэффициенту придется софинансирование из республиканского бюджета осуществлять, но, в общем, постановление правительства Российской Федерации ожидаем буквально на следующей неделе в этом отношении, в общем, все без исключения получат помощь, при этом, завтра или послезавтра, я ожидаю выхода, точно так же Марши Херчьянович мне подтвердил, что постановление правительства, это в части 6 тысяч рублей за квадратный метр за ремонт помещений, подтопленных во время наводнения, жилой фонд, то есть все получат эти выплаты, ожидаем, что порядок у нас будет окончательно согласован завтра, к вечеру, ну и в пятницу, я думаю, что уже будет информация о выходе постановления правительства России в этом направлении. Что касается инфраструктуры, ремонта кровель, там, социальных учреждений и так далее, согласована цифра в этом году, около 500 миллионов рублей уже мы направляем на ремонт кровель, это федеральный бюджет, ну, все решения, конечно, эти были приняты, благодаря, в первую очередь, решениям нашего президента Владимира Владимировича Путина, президент держал на контроле сам, то есть ход ликвидации последствий, сейчас весь расчет ущерба полностью заканчивается, ряд программ, ряд сумм, которые будут выделяться, они будут выделяться не по режиму ЧС, а вот как президент принял решение, к примеру, по ремонту придомовых территорий пострадавших от затопления, 48 территорий в городе Ялта и 27 в городе Керчь, соответственно, то есть, как бы эти территории будут отремонтированы, 930 миллионов рублей по поручению президента Российской Федерации будет выделено, с Антоном Герновичем Силуановым, я говорил, значит, вот ожидаем решение буквально на следующей неделе, точно такая же ситуация, и к реконструкции должны мы приступить к ликвидации последствий непосредственно уже в сентябре месяце, включая противопаводки мероприятия, расчистку русел рек, при этом на расчистку русла реки Мелек-Чесме в городе Керчь уже выделено 31 миллион рублей, работы идут, я с Игорем Валентиновичем разговаривал, с Валем и с Брусаковым, с Игорем Анатольевичем, они на контроле эту ситуацию держат, я личное участие их попросил, в той части, что они контролируют должный ход работ лично, каждый день бывают на объекте, коллеги с этой задачей на сегодняшний день справляются, и поэтому общий объем противопаводков мероприятий, связанных с тем, чтобы из зон потопления где-то расселить людей, а в свою очередь создать, соответственно, инженерные сооружения, которые позволят гарантировать, что люди в любую погоду, соответственно, могут безопасно находиться в своих домах, объем еще продолжается, вот расчет, согласование с федеральными ведомствами, до 1 октября мы этот расчет завершим, ну и, соответственно, с учетом того, что в Республике Крым нет 44-го федерального закона, мы приступим к ликвидации последствий, ну то есть без торгов, ну то есть будут заключены прямые контракты, и начнем двигаться в этом направлении. По дорожному строительству, к работам, я думаю, что в городе Керщи, в городе Ялта, по восстановлению приступим на следующей неделе, по сути там подрядчики полностью готовы к выходу на объекты, восстановим полностью все, что произошло, ливневки, то есть я обязал лично всех глав администрации залезть во все ливневки, там большого диаметра в первую очередь, то есть посмотреть, которые на территории муниципальных образований находятся, лично каждому, поскольку, к сожалению, в городе Керщи, то есть после первого наводнения личного участия, то есть как бы руководства города не было, но и других служб соответствующих, то есть когда уже после, Юрий Михайлович поехал на территорию уже ряда предприятий, где у нас находятся основные ливневки, из-за которых подтопление происходило, но мы увидели, к сожалению, что они там забиты поддонами, арбузами, там чем угодно, то есть полезли уже в саму ливневку, понятно, то есть как бы, что ни до этого расчистки не было, то есть и так далее, причем ряд ливневок находились действительно на территории там крупных частных производственных предприятий. Выехали на два ставка, там на Бондаренковский ставок, там и в Ленинском районе, соответственно, и на второй ставок, из-за которых происходили подтопления, произведены мероприятия по укреплению дамбы, там связаны с тем, чтобы при переполнении, соответственно, данного пруда вода не переливалась, поскольку вот как раз основные источники подтопления этих площадей находились в Ленинском районе, Вы коснулись в Керчи, и там между наводнениями сменилось руководство. Святослав Брусаков, будучи в должности в юговой администрации, столкнулся с испытанием на прочность во время второго удара стихии. Как вы оцениваете его работу? Святослав Анатольевич, человек системный, я думаю, что вот ситуацию в городе Керчь поправим. К сожалению, я несу ответственность, понятно, из-за назначенцев, которые работали в городе, к сожалению, халатное отношение руководства к уборке и, в общем, к своим обязанностям привело к тому, что, к сожалению, в санитарном плане Керчь провалилась, к сожалению, с точки зрения ремонта и благоустройства предомных территорий, проектирования, своевременности, ну, в общем, эффективность руководства была признана низкой, ну, и были бы приняты, соответственно, кадровые решения. Верю, что Святослав Анатольевич человек системный, ну, вижу, по крайней мере, что он горит. Сам на всех объектах бывает, мы там практически каждый день созваниваемся. Юрий Михайлович Гоценюк раз в неделю выезжает в город Керчь непосредственно, помогает провести оперативные совещания. Верю, что город-герой, мы приведем в соответствующее состояние. К сожалению, конечно, что большинство вопросов мне приходится делать там самостоятельно, но думаю, что так или иначе все равно придут в органы власти работать те люди, небезразличные в первую очередь, которых не надо подталкивать, соответственно, которые могут и хотят в данном случае, вот по велению души, по зову сердца, оказывать людям помощь, любой национальность, любое расповедание, быть доступным для всех. На самом деле ничего сложного нет, было бы желание. Мы на самом деле на погоду повлиять не можем, но как вот в целом минимизировать последствия этой непогоды? Вы рассказали, какие работы сейчас проводятся в Ялте, Керчи, в других регионах Крыма. На что будет сделано? В общем, во всех регионах, команда глава администрации, я говорю, лично проверить состояние всех ливневок. Лично это выехать самостоятельно, не перепоручить кому-то, не сказать, что туда не отписаться, а выехать, залезть в каждую ливневку, просмотреть, как проходимость в данном случае этой ливневки, забита, не забита, что необходимо сделать и так далее. Все, что выполнялось в последнее время, все работы, то есть по большей части, то есть могли выполниться и заранее, но и даже уже в режиме ЧАЭС можно было сделать оперативно теми силами, которые есть на территории региона, на территории города. Вот и все. Нужен только профессиональный подход. К сожалению, когда совещания все проходят по кабинетам у коллег, то есть никогда правильного решения не найдут. Мы в городе Керчь, когда уже был по принятию конкретных стратегических решений в части предотвращения наводнения, то есть каких только версий я в кабинете не выслушивал. А там земснарядов, сколько КАМАЗов нужно, вот мы собрали там коллег-специалистов, и все с этого началось. Я за два с половиной часа совещания нашел и земснаряд, то есть там позвонили, там предпринимателям попросили, и там чуть ли не арест уже сняли даже с техники, которую хотели планировать в данном случае, уже под мое честное слово, выделить по ситуации. Однако выезд на ставки показал, что ничего из этого практически было не нужно, надо было просто, так сказать, выехать на место, оценить по другому ситуацию, определить, где находятся эти источники, сложного ничего нет. При этом выезд на место сразу определил, что ни земснаряд не нужен, ни дополнительная техника, да, нужен ручной труд, люди дополнительные и так далее, но из того, что было заявлено, 50% оказалось невостребованным. Поэтому коллегам всем советую, я говорю, решение принимайте на месте. Совещания по любому объекту в кабинете не продуктивны, не точны, соответственно, не прозрачны. То есть как бы, поэтому, коллеги, все, кто на объект не выезжал, которого касается разбирательства по любому вопросу, по любой проблеме, считаете, люди работают неэффективно. Сергей Валерьевич, перейду к еще одной актуальной теме последних дней. В начале недели была арестована группа экстремистов, которая, по данным следствия, организовала диверсию в Симферопольском районе. Я напомню нашим телезрителям, в Перевальном взорвали газопровод, и злоумышленниками руководила украинская военная разведка. Вот согласитесь, Сергей Валерьевич, в первую очередь от этого страдают обычные крымчане, необычные люди. Для чего это делается предельное государство, и какой ответ, кроме задержания, на такие действия Украины должен последовать? В первую очередь хочу слова благодарности высказать в адрес Управления Федеральной службы безопасности по Республике Крым и лично Михалику Ильичу Владимировичу за ту работу, которая была проведена. В кратчайшие сроки были установлены все подозреваемые в совершении данного преступления. Более того, получается, они все дали признательные показания. И могу точно сказать, то есть никто никого не пытал, там, без, без, это, ну, как, извините, как в кино, да, там, в «Спортлото-82», как пытка апельсинами, третий час продолжалась. Ну, только такого плана. Смеемся, то есть, как бы, ну, примерно так. То есть, поэтому они признались во всем, ну, под давлением, так сказать, улик и всего остального. На самом деле все дали расклад, согласно которого данное преступление было заказано Главным управлением разведки Украины, сопредельного государства. Что можно сказать? Ну, другой тактики мы от них не ожидаем. Они все семь лет, в данном случае, после нашего возвращения на историческую родину, все пытались нам с разных сторон там нанести максимальный ущерб. В том числе и способами, которые небезопасны для жизни и здоровья крымчан, в данном случае. Здесь четкий, понятный контекст. Организована террористическая группа из местных жителей. В данном случае три человека арестованы. И, ну, арестованы справедливо, никаких сомнений нет. Преступление 100%, то есть, как бы, будет судом рассмотрено, и уверен, что будет справедливый приговор. Руководство Украины, я думаю, оно не откажется от своих планов. По дестабилизации ситуации в Крыму могу сказать так, что ничего им здесь не светит абсолютно. Я уже говорил неоднократно. Да, то, что люди понимают и делят работу чиновников, то есть, как бы, и отношения там к родине и так далее. Да, то, что касается нас, нашей работы, мы должны и обязаны поправить сами. А то, что касается уважения нашей родине и к России, и к тому, что делается, то, что сделано президентом, в данном случае, то есть, для нас, ну, это, так сказать, из песни слов не выкинешь, то есть, крымчане это понимают и ценят. Поэтому никакими терактами никто нас не собьет. Соответственно, уверен в профессионализме правоохранительных структур на этом направлении. И могу сказать, что никто от ответственности не уйдет. Уверен, что будут возбуждены уголовные дела в отношении заказчиков, которые находятся на Украине. Наказание все равно к всем придет. И, поверьте, многие этого даже не ожидают, но все это состоится. Никаких сомнений нет. Поэтому советуем отказаться от террористических замыслов руководителям другого государства. Ну, что могу сказать. Человек никогда на госслужбе не был, там, все же был артистом, там, смешил людей. Тут решил запугать всех. То есть, как бы, вот таким способом решили на сегодняшний день поступить по отношению к крымчанам. Заслуженные наказания понесут все. 2 сентября вы объявили выговоры руководителям сразу нескольких городов и районов Крыма за срыв сроков благоустройства общественных территорий. К сожалению, не справился подрядчик и с ремонтом главной площади Крымской столицы, площади Ленина. Как считаете, все-таки в чем проблема? Казалось бы, вот этот период недобросовестных подрядчиков уже в прошлом. Здесь вопрос, наверное, к тому, что Валентин Владимирович был назначен только-только, так сказать, практически полгода в должности, чуть больше полугода находится в должности главы администрации. Я на это только списываю ситуацию с тем, что был завален какой-то текущей работой. Однако, мы обещали и договаривались, что сдадим объект 1 сентября. Считаю, что причины сроков срыва субъективны. Это в данном случае Валентин Владимирович, он это понимает изначально. То есть, как бы, ну, понятно, еще раз говорю, задач, наверное, было много на старте. То есть, я сделаю скидку здесь, именно в этом направлении. Если бы он работал, соответственно, уже больше года, то это был бы последний день его работы. На самом деле, мы на этом закончили отношения. Думаю, что мы ситуацию поправим до конца года. То есть, как бы, должны площадь сдать, площадь Ленина. Надо вникать в детали ситуации по каждому объекту. Собирать у себя службы, у которых есть противоречия между собой, разногласия в части принятия тех или иных решений. Самому вмешиваться в ситуацию, это, я имею в виду, касается глав администрации, министров. То есть, тех, кто является заказчиками данного мероприятия. Ну, вникать нужно. Понятно, что реализуется сегодня на территории республики огромное количество объектов. Это реконструкции, стройки, ремонты и так далее. То есть, как бы, сегодня более 5000 мероприятий, в рамках которого проводятся, выполняются строительные работы. Конечно, удержать такой объем строительных мероприятий, ну, честно сказать, тяжело. Понятно, что у глав администрации тоже не было никогда такой нагрузки одновременно. Но это не значит, что в каждом районе у главы администрации нет возможности за неделю как минимум раз побывать на каждом объекте, лично убедиться в его ходе, соответственно, и принять свое временное решение. Я же всем говорю коллегам, ждать, пока вас обманут 50 раз, не нужно. Если вы видите уже сами, что подрядчик системно врет, соответственно, при том, что, понятно, у каждого могут быть ошибки, какие-то недоработки. Да, получилась ситуация, раз прогнозировали, сказали, все понятно. При этом, опять же, если подрядчик, все может еще раз в жизни быть, объективные какие-то вещи. Заранее там предупреждает о том, что у него могут возникнуть проблемы. Это честная позиция, говорю, вникайте, думаем, как помочь. Если мы по факту приходим на день исполнения поручения, и оно не выполнено, никаких скидок нет. При этом заказчик отвечает ровно точно так же, отвечает в первую очередь за бездействие, за то, что не были приняты эффективные управленческие решения. Поэтому вот завтра у нас следующее совещание, я там еще не знаю, кому там выговоры будут объявлены, но в данном случае я уже от своей практики не отступлю. Обещания в данном случае данные, то есть как бы и в прямом, или не в прямом, просто жителям в данном случае должны исполняться, безусловно. И коллеги мои понимают свою ответственность, я уже сказал, отступать не буду, два выговора, и мы прощаемся. То есть как бы продолжим эту практику и дальше, здесь ничего личного нет. Нет эффективность руководства любого региона, это главный критерий оценки его деятельности. Ну это как и любого должностного лица. А залог успешной реализации любого мероприятия, это только личное участие. Если лично не участвует руководитель, я уже убедился, ничего не получается. Сегодня последний выезд, аграрная. Нет роли руководства города Симферополя. Вопросы там связаны с 23.00 до 6 утра, там нет воды там в данном случае вообще в поселке. На верхние этажи даже в такое время там вода в суд дом доходит. Вопросы там с подачей горячей воды. Начинаем разбираться опять, какие детали. Все писали друг другу письма. Управляющая компания стоит рядом. А насосная не наша, насосная Крымская федеральная университета. Что вы сделали? Мы написали письмо куда? Воду Крыма. Вода Крыма что вам ответила? Это все год продолжается. А вода Крыма ответила, что это тоже не их. И что дальше вы? Где, вот Валентин Атиньевич, где замглавы администрации, которые ответственны за данное направление? Почему не приехал, не собрал все заинтересованные службы? Крымский федеральный университет нам всегда пойдет на встречу, никаких проблем нет. Все, что касается системы обслуживания населения, соответственно, любые объекты, которые имеют отношение к системе жизнеобеспечения, всегда, соответственно, будут поддержаны. И с коллегами у нас нет разногласий по этому вопросу. Просто отсутствие желания. Расписание общественного транспорта. Ну это повально. Система, я уже сказал, и глава администрации. Сегодня, опять же, и Валентину Атиньевичу говорю. Транспортный отдел. Чем занимаются вообще? Других задач нет. Ремонт дорог на сегодняшний день осуществляют республиканские предприятия, Минтранс, практически Крымавтодор, служба автомобильных дорог. Почему, то есть, там, отдел транспорта, депутатский корпус не занимается мониторингом вечернего, утреннего расписания? Почему маршруты снимают без обсуждения с людьми? Это не только здесь, на Балаклавской. Ну и, в общем, по Крыму такая ситуация, к сожалению, то есть, практикуется. Поэтому, везде, где решения будут приниматься без обсуждения, будут приниматься любыми должностными лицами, я их буду отменять, без обсуждений, без всяких вопросов. Везде идем на встречу, восстанавливаем маршруты. Да, надо считать пассажиропоток, но даже если небольшое количество людей едет из одного района, или, допустим, надо добираться в больницу, то есть, или к месту работы и так далее, то есть, как бы, ну, вот, некоторые люди добираются с двумя-тремя пересадками. Ну, это неправильно там со всех сторон. Я уже не говорю о том, что и деньги тратят, но и времени сколько, то есть, надо заранее выезжать и так далее. А если еще транспорт общественный не соблюдает расписание, ну, вот, опять же, аграрная, они, там, раз в полчаса, в некотором случае, сейчас, до, там, ну, еще, там, до 20.00 еще, там, более-менее ходят, то есть, после 20.00 вообще перестают ходить практически. Раньше, там, до нуля часов ходил автобус, то есть, почему не сделать? Ну, вот спрашиваем, опять, чем занимается транспортное дело, опять, чем занимается, там, конкретный депутат, который здесь находится на месте, почему элементарные вопросы, не требующие финансовых инвестиций, почему они не решаются на месте? Почему уборка, там, пока островы, я уже молчу, ну, в данном случае, поэтому коллегам поставлена четкая задача, то есть, никакие миллиарды денег на это не надо, надо только руки и голову приложить. Кто имеет желание, соответственно, если не понимает, есть возможность спросить, если он не спрашивает и не делает, значит, это, ну, человек, который не собирается ничем заниматься. Ну, вообще, как бы, сегодня, в общем, проблема, наверное, для нас, это недостаточное количество руководителей, которые неравнодушны. Вот они должны болеть за дело, я считаю, что человек, ну, вот, у него есть чувство сострадания, от рождения, наверное, отдается, там, активность какая-то, то есть, вот, в данном случае, жизненная позиция, то есть, по отношению к тому, что, если ты что-то обещаешь, то есть, необходимо сделать. Дальше все получается, если нет, то, как правило, одни обещания, вот, коллег спрашиваю, говорю, вы поймите, если, допустим, они стесняются, некоторые руководители, дурить меня, ну, просто, причем, понятно, причем, бессовестно, то есть, вообще, не проверяя ничего, там, написав, там, ну, я читаю, вот, некоторым коллегам, одним моим товарищам, уже без фамилий, смотрите, что вы написали, вы хоть читали, что вы пишете, там, условно, в сельской местности, главы администрации, отвечают, я сам запрос там еще сказал, принесите, чтобы понять, какой, отвечаю, значит, что выделение, значит, для медицинским работникам в сельской местности, там, значит, невозможно, у них, значит, отсутствуют земельные участки. Я говорю, ну, здесь ведущая роль еще и ряда министерств, и ведомств была, но я просто говорю, ну, сам факт, ну, как такое вообще, ну, вы читаете, хоть что вы пишете, ну, ну, как так можно относиться, то есть, к этим вопросам, поэтому, для меня, то есть, критерий на сегодняшний день простой, если руководитель не безразличен, вникает в ситуацию, значит, он всегда дозвонится до меня, он всегда найдет время, он всегда доложит о том, что, какую поставили, задачу, и наоборот, если ему это не нужно, он придет, то есть, по факту выполнения, поэтому, у меня критерий простой, я сказал, отступать не собираюсь, то есть, от позиции, вот, с Юлией Михайловичем, с Владимиром Андреевичем Константиновым мы договорились, никаких ни жалоб, ни слез там, не рассматривать, договорились, поручение было, подписался, что ознакомлен, не сделал, по субъективным причинам, до свидания, то есть, как бы, все, и вот попрощались, причем прощаемся жестко, то есть, по статье я сказал, отступать не собираюсь, то есть, как бы, понимаю, что в данном случае лучше, когда коллеги говорят, там, вот, некого поставить, я говорю, да пусть лучше никого не будет, чем сидит на этой должности, сидит человек, который обманывает, на которого надеешься, он тебе говорит, что да, 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 я буду делать, и так далее, при этом не делает ничего, по крайней мере, я буду знать, что у меня это кресло не обманет, ну, вот, которое пустое, на самом деле, оно пустое, это уже гарантия на сегодняшний день определенной стабильности, это понимание того, что деградации ситуации не будет, терпеть никого не буду, вот, сказал сразу, те, кто со мной, коллеги, разделяют сложности на сегодняшний день, сегодняшние работы, готовы выполнять все задачи, которые ставит президент, соответственно, которые ждут крымчане, это мои союзники, я буду всегда, то есть, поддерживать их в любом направлении, двигаться, вникать в их проблемы, и наоборот, соответственно, кто бы это ни был, если я за этих людей работаю, целый день сижу, разбираю, считаю цифры, сверяю, то есть, как бы, постоянно, каждый день, там, приносят по 10 бумаг, по 10 ошибок, не вникает в ситуацию, я с этими людьми работать не буду, кто бы они ни были, могут быть самые хорошие люди, но, если результативности нет, значит, нам не по пути. Сергей Валерьевич, действительно, вы не отходите от практики выездов по регионам, и среди основных проблем на местах вы отметили нарушение графика вывоза мусора и уборки. 19 августа вы заявили дословно в некоторых муниципальных образованиях ситуация аховая, о каких населенных пунктах в первую очередь идет речь? Вы знаете, о многих, ну, прежде всего, проблема, наверное, деградирует больше в городах, но сегодня привезли мониторинг вчерашний по городу Евпатория. По значительной части улиц видно, подбора вокруг контрольных площадок не ведется, координации работы между крымокоресурсами, соответственно, региональным оператором и местными, то есть, подрядчиками, которые убирают, ответственные там, по-моему, отдали на аутсорсинг, если я не ошибаюсь, уборку, я там не берусь по Евпатории, уточнить ситуацию. Тем не менее, то есть, как бы, координации нет, время подъезда, соответственно, и того, чтобы одновременно, когда перегружают, подошли, соответственно, дворники, подобрали вокруг, если мусор есть, ну, вот там в 10 метрах. К сожалению, такой федеральный закон написали, что оператор только забирает контейнерную площадку, выгружает, соответственно, а убирает вообще другие, то есть, подразделения. Ну, он так выписан, ну, вот, слава богу, то есть, как бы, уже договорились, идеология простая, что мы переходим полностью на государственное регулирование в части отношений непосредственно по уборке мусора, так или иначе, по вывозу отходов, по подметанию, там, по рубке сухостой и так далее. Ну, в общем, могу сказать, опять же, все зависит от глав администрации. Я в прошлые выходные в Белогорск-Бахсисарай поехал, ну, это просто катастрофа была, то есть, как бы, я в Белогорск заехал, ну, прочесал практически насквозь его, в Бахсисарай, то есть, практически по всем улицам, позаезжал там такие улицы, ну, практически, там, проехать невозможно, зеркала приходилось на машине складывать, в данном случае, потому что, ну, дома так близко стояли, теснота, лужи, да, контейнерные площадки не убраны, я говорю, ну, как же так, то есть, ну, Галина Янашина болела, на больничном находилась, но, тем не менее, то есть, я, коллег предупредил, говорю, вот, все то, что я вижу, это все, на самом деле, просто, так сказать, пример бесхозяйственности и неэффективного отношения к своей работе, поэтому предупредил коллег, сегодня вот, с Кобликов, Сергеевич звонит, там, говорит, вот, все, мы навели порядок, Сергеевич, гарантирую, вот, все убрали и так далее, у нас, да, были проблемы с региональным оператором, я говорю, не я должен приезжать, если я приезжаю и за час нахожу вам все точки и узкие места, никаких проблем нет, я объехал сплошную полностью, тоже весь Бахсисарай насквозь, вдоль и поперек, соответственно, но, если, почти, на каждой улице строительный мусор, в данном случае, ну, просто, даже центральная клумба скопана, а бы как, вот, такими глыбами, я просто, ну, я подъехал, посмотрел, ну, что ж такое, тропинки протоптаны на центральной площади, там уже, ну, плиткой бы хоть выложили, понятно, что площадь в реконструкции, но, видно, что люди идут по грунту, если дождь, грязь, тут не пройти, не проехать, но, если уже, я говорю, народ тропу протоптал, так создайте тут условия, не надо ничего переносить, не трогать и так далее, лучшая враг хорошего, как только что-то начинают там ремонтировать, все время дальше находят какие-то причины, что-то сделать не так, ну, Герой Сталингр Радо был пример, там, реконструкцию улицы проводят, соответственно, поменяли все остановки полностью, всю логистику там в районе, зачем вы это сделали, почему не предупредили и так далее, уже оставьте так, как было, люди привыкли, изначально всем было комфортно, но только волевым решением вернули все назад, поэтому, коллегам говорю, там, где на месте руководитель вникает сам лично в ситуацию, где встречается сам с людьми, выходит на место и совещание по каждому объекту проводит прямо на объекте, как правило, у таких руководителей все получается, те, кто не выезжает, соответственно, думаю, в этом году, закончат свою карьеру и, поверьте, за этим дело не станет. Вы отправили в отставку руководителя ГУПРК Крымокоресурсы, какие первые итоги служебного расследования в отношении него? Там занимается антикоррупционный комитет, к сожалению, наверное, итоги еще подводить просто рано, там до 1 октября, если не ошибаюсь, там проверка идет, большой объем информации и так далее, но опять же отсутствие координации, главная претензия была отсутствие координации с региональными органами власти, сегодня по Евпатории, выезжал Кабанов сегодня туда, Евгений Константинович, я говорю, лично езжайте, разбирайтесь, то есть в конце концов с мусором, там в чем проблема, вот не могут найти контакт между региональным оператором и компаниями, которые занимаются уборкой, соответственно, вокруг контейнерных площадок и так далее. Время подъезда, там региональный оператор говорит, надо 3 часа ждать машину, говорю, коллеги, ну телефон дайте в машину, там справочник, условно говоря, с телефонами тех, кто отвечает за конкретную территорию, выезд на место, позвоните за 15 минут, там что подъезжаете, на самом деле несложно при желании все это организовать, на сегодняшний день там масса современных технологий, там начиная от всех этих телеграм-каналов, чатов, которые создают специально, то есть для работы конкретных подразделений, министерств, ведомств и так далее. Было бы желание, то есть я всегда говорю так, в-третьих, никто не запрещает спрашивать, то есть позвоните, я говорю коллегам, не знаете, снимите трубку, позвоните, спросите. Не надо стесняться, ну кто-то там считает, вот там стесняются или там не хотят отвлекать, от чего отвлекать, если вы не можете сделать это самостоятельно, понимаете, что нет компетенции, либо это возможности, людей, денег не хватает, все может быть, то есть как бы я здесь коллегам никогда не имею претензий к своим, если я понимаю, что у них не было достаточно материальных ресурсов, но тогда вы должны обратиться ко мне, если эта проблема волнует людей на месте, я соответственно, то есть эти вопросы решу. Залог успешного функционера органов власти, это с тем, что проблемы, которые на земле образуются, доходили, то есть в течение одного дня максимум до человека, который в состоянии принять решение по данной проблеме, тогда все поедет. А у нас получается наоборот, на Балакласской вчера с людьми там общаемся, они говорят, ну 5 лет пишем, то есть пишут, как ответы под копирку пишут, просто вот разные ведомства, но копируют друг друга, нет, чтобы кто-то просто сел и приехал и разобрался. Почему там, допустим, не только на Балакласской, по всему городу, по Севрополю, там рециркуляция нарушена в домах, там проблемы с горячей водой связаны с отоплением, горячую воду, прежде чем дать, надо 300-400 литров воды слить, ну условно говоря, то есть пока нагреется, пока такая ситуация. Почему Крым Теплокоммунерго не вникала в проблему, соответственно, не выходили с предложениями на включение в программу федерального уровня и так далее? Потому что никто с чиновников, с людьми не встречался, на выходы не ходил, жители говорят, сервейш, а до вас никто, главы тут вообще не ходили никогда, мы не помним, ни премьер-министров, чтобы кто-то вообще до вас куда-то выходил. Ну я понимаю, я говорю, граждане, что? И уважаемые коллеги, что если я сюда не приду, то вообще ничего не будет, то есть это, ну вот к сожалению, такова ситуация. Поэтому после Симферополя мы определимся, я буду выезжать, вот я сегодня коллегам говорю, следующий регион, после того, как полностью обойду Симферополь, я все равно все регионы, я обещал, я пройду, я упертый, я знаю, что я это сделаю, я пройду. Ну и соответственно, в тех регионах, где глава уже работает больше года, опять я буду приезжать, если я вижу главу, не знают администрации, соответственно, на месте вопросы, которые надо решать, опять же, касается покоса, там расписания, там проводов, там отношений с интернет-провайдерами, там платежей, расчетов с управляющими компаниями и так далее. Ну то, что функционально они должны и так без меня спокойно сделать, боюсь, что это будет последний день работы такого руководителя. Ну скорее всего так и будет, и я отступать не намерен, еще раз говорю, и к коллегам своим обращаюсь, пожалуйста, помните о том, что все, что вы обещаете, должно выполняться. Если вы ко мне не обращались на старте, при этом я говорю всегда при получении поручения, согласен, что если коллега звонит и говорит, я выполнить его не могу в первый день. Честно, я сажусь, вникая в ситуацию, говорю, какие нужны силы и средства в данном случае, тогда это тоже моя зона ответственности. Приходить ко мне на день, когда все закончилось и говорить, я не сделал, не подходит ни по одной ситуации, потому что я здесь правил, ну правы те крымчане, конечно, которые видят, что мы говорим, то есть в эфире одно, то есть говорим да, там, говорим, позиционируем ситуацию, говорим да, к вам придут, помогут, там сделают то-то, 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 и после этого, извините, фигура с трех пальцев, ну, конечно, они правы. Поэтому я коллегам сказал, я, так сказать, виноватым перед крымчанами ходить не буду, то есть как бы я вам создам такие же условия, то есть в данном случае я сделаю это с вами или без вас, да, в некоторых случаях придется на второй, третий заход зайти. Но время и обстоятельства от того требует репутация нашей страны, то есть задачи, которые президент ставит и которые люди от нас ждут, требуют решения. Поэтому я сделаю это либо с одним составом, либо с другим. Гарантирую, что так и будет. Перейдем к еще одной проблемной теме. В мире третья волна коронавируса, у нас вторая. Как вы считаете, мы преодолели пик? Ну, вы видите, как, что пик, он происходит эпизодически, такие вспышки, на самом деле взрывной характер определенный носят. Я думаю, что никто сказать этого не может точно. Прогнозы никакие практически не сбывались. Последнюю неделю мы видим за неделю 1700 заражений, там, чуть больше, в среднем 250-270 в день. Ну, то есть, по крайней мере, мы ушли, 400 были там страшные цифры и так далее. Но данная динамика характерна для всей страны. Не знаю, что это, погодные условия, там, волны и так далее. Наверное, до тех пор, пока не будет изобретено эффективное лекарство против коронавируса, соответственно, маловероятно говорить о том, что мы его победим. Вакцинация, да, она на каком-то этапе препятствует появлению там заразы, там, может быть, облегчает хоть течение болезни, она не гарантирует то, что ты не заразишься. Но, тем не менее, это все равно какой-то элемент защиты. Поэтому прививка сегодня и дистанцирование, удаление друг от друга, соблюдение социальной дистанции, это единственный способ сегодня хоть как-то, допустим, избежать, либо допустить протекание болезни в более легкой форме. Все остальное сегодня, к сожалению, не работает. А как вы оцениваете темпы прививочной кампании сегодня? Темпы упали, к большому сожалению. Да, у нас план по прививке, у нас 1,212,000 человек, подлежащих прививке. На сегодняшний день первым компонентом привиты 486,000, вторым там 441, если я не ошибаюсь, тысяча человек. Всего в республике, сегодня вот у нас 68 мобильных пунктов работает и 127 стационарных. В день, если мы делали несколько месяцев назад, там, до 12 тысяч вакцин, то сегодня делаем только 3, к большому сожалению. То есть темпы вакцинации упали, при том, что у нас вакцинировано 75% сотрудников медицинских организаций, пока что 52% сотрудников образовательных организаций, в общей сложности 85% это сотрудников социальных учреждений, которые общаются непосредственно с людьми. В среднем, я говорю, 3 тысячи где-то мы доз вакцины делаем в общей сложности. Около 4 тысяч тестирований проводим мы регулярно. При этом, вот за все время, за весь период наблюдения, ну, во-первых, сказать, что у нас в общей сложности в республике переболело ковидом за это время с начала эпидемии 222 тысячи, там, 550 человек, если я не ошибаюсь, в общей сложности. И за это время проведено 1,717,000 тестов на коронавирусную инфекцию, там, 1,550,000 уникальных пациентов в данном случае. Прошло через руки, то есть, как бы, наших медицинских работников. Резерв в коек у нас сегодня 3,700. Мы вернулись опять, то есть, как бы, у нас, мы доходили, то есть, как бы, непосредственно в начале года 21-го у нас был резерв коек, все, 1500, упала заболеваемость. Вот опять вернулись на 3,300, прости, 3,340, если я не ошибаюсь, вот на сегодняшний день. Поэтому резерв коечного фонда есть, боремся за каждого человека, но говорим о том, что вакцинироваться надо. У нас сегодня доля провакцинированных 60 плюс 40 процентов от общего количества тех, кто за 60 лет. Считаю, что это единственный способ сегодня, еще раз говорю, облегчить эпидемию. При этом ведутся подсчеты. Вот могу сказать, что в Республике Крым, в том числе, из тех, кто провакцинировался, в общей сложности заболело 5100 человек. 5-500, там, с копейками могу ошибиться. То есть, в данном случае. Летальность в этих группах ниже гораздо, чем у тех, кто не вакцинировался. Хоть протекание, то есть, и количество госпитализированных в процентном отношении и ниже, чем по стране, соответственно, и ниже, чем у тех групп, кто не вакцинировался. В данном случае, столько уже уважаемых людей, которые имеют прямое отношение к венецине и уже преклонного возраста, и провакцинировались. Личным примером, то есть, сегодня показывают, что это надо делать. Президент уже четко сказал, что он сам провакцинировался спутником. То есть, по сути, еще рекламу нашей российской вакцины сделал все понятно. И у нас сегодня основная вакцина – это спутник. На территории Крыма сегодня 120 тысяч доз вакцины есть. То есть, в полном объеме всего хватает. Поэтому, уважаемые крымчане, призываю, вакцинируйтесь. Пожалуйста, нет других способов сегодня облегчить ход протекания болезней. Соблюдайте дистанцию. Будьте сами внимательны. В некоторых случаях, слушаю, когда истории заражения, как заразились. А вот, говорят, родственники пришли домой, они сидят, вот видно, что насморк. То есть, нос заложен. То есть, они пришли домой, вот, и говорят, вот такая ситуация. Через 3-4 дня все заболели. Ну, я говорю, ну, такие же вещи, ну, можно же избежать. Ну, будьте внимательны, пожалуйста, друг к другу, там, друзья, товарищи. То есть, как бы, если вы чувствуете недомогание, если вы чувствуете температуру, признаки заболевания, отсутствие обоняния, то есть, как бы, это уже все можно в интернете найти. В данном случае, то есть, ну, конечно, прекращайте контакты. Здесь другого пути нет. Ну, и все равно, без наших врачей все равно могу сказать, что, при том, что я разбираю каждый день огромное количество обращений, но могу сказать, что без наших врачей мы бы эту ситуацию не победили. Поэтому спасибо огромное всем нашим медицинским работникам, кто находится на передовой. В республиканском бюджете заложены все суммы по выплатам медицинским работникам, тем, кто работает в ковидной зоне. В красной все вознаграждения получат, средствами защиты все обеспечены. Поэтому спасибо вам, уважаемые наши медицинские работники. Это всех категорий, младший, средний медицинский персонал, врачи, все, кто работает непосредственно на этом направлении. Ну, работаем. При этом, я как обещал, главная для нас проблема – отсутствие льготных лекарственных препаратов. До 1 октября мы эту проблему закроем. Практически в ежедневном режиме мне докладывают по наличию тех или иных препаратов. Приходится заниматься самому. Коллег тоже предупредил. Если вы этого не сделаете, это сделают другие. Коллеги, за вас. Потому что я уже 336 номинований лекарственных препаратов практически все выучил. Ну, коллеги, я за, я много умею, я учусь сам. То есть, как бы, ну, все, хватить-то не смогу. Поэтому то, что обещал, добью уже. Я уже сам, потому что этим занимаюсь. Но хочу, коллег, так сказать, предупредить. Сделайте это до того, как мне придется опять засовывать глубоко нос в эту проблему. Сергей Георгиевич, в обществе есть такое мнение, что вакцинацию именно от ковида нужно сделать обязательной. А как вы относитесь к этой идее? Я считаю, принуждение никогда к хорошему не приводило. Обязательной вакцинации в Крыму не будет точно. Ну, если это не будет принято на федеральном уровне. Но я знаю четко, что президент Владимир Владимирович выразил позицию, что принудительной вакцинации на федеральном уровне не будет. В Крыму принудительной вакцинации не будет. Все, что делалось через принуждение, никогда эффекта не достигало. Уважаемые крымчане, я вас прошу, еще раз говорю, посмотрите все социальную рекламу. Я переговорю там с духовенством нашим, в том числе спасибо огромное нашим духовным лидерам, лидерам духовных конфессий, которые в данном случае тоже работают на то, что надо пропагандироваться, надо вакцинироваться и так далее. Другого пути, уважаемые крымчане, нет. Сейчас действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом хочу сразу сказать, что с учетом того, что у нас падение происходит, мы понедельник наблюдаем, проект указа на сайте сегодня правительства Республики Крым, значит, с завтрашнего дня мы учреждением общепита и так далее, то есть до часу ночи режим продлеваем, соответственно, режим, слава Богу, позволяет. Поэтому максимально индивидуально подхожу по всем без исключения обращениям. На 1 сентября обращались собственники и учредители предприятий, которые там занимаются аттракционными, потому что 1 сентября традиционно все, да, давайте. То есть практически вникая в каждое поступающее обращение коллективное, поэтому, уважаемые крымчане, я все читаю, что мне поступает. Тем не менее, ограничения еще действуют. 22 сентября важный праздник, Дервиза, праздник плодородия, он традиционно отмечается широко. В каком формате пройдет в этом году? Праздник будет, с учетом, опять же, уменьшения количества зараженных на сегодняшний день. При этом, опять же, все противоковидные меры на каждом мероприятии будут соблюдаться. Это без всяких проблем. То есть праздник будет строганно в кинооткрытом воздухе проходить. Поэтому все мероприятия, связанные с традицией, с культурой, с народов, проживающих на территории Республики Крым, стараемся проводить. При этом, конечно, когда в пике, старались сделать это все в телевизионном режиме. То есть максимально для просмотра по телевизору, в интернете и так далее. Но все равно эпидемия вносит свои коррективы. Но на улице приняли решение, допустим, на 1 сентября дать разрешение родителям, соответственно, первых 11 классов, выпускных, 9 классов, присутствовать на линейках и так далее. То есть, понятно, для родителей это событие. Ребенок идет в школу, первый класс, на последний даже звонок ребята идут, уже взрослые. Конечно, родители хотят поддержать, быть со своими детьми. То есть делаем максимально все, чтобы не ограничивать свободу, но в то же время обезопасить вас от заражения. Совсем недавно в Киеве прошел саммит абсурда. Крымская платформа, там в очередной раз представители украинской власти много чего обещали. Как вы считаете, почему за 23 года украинская власть ничего не сделала, не только для репатриантов вообще в целом, для Крыма, для крымчан, а сегодня в Киеве вдруг об этом вспомнили? Ну, сегодня там надо чем-то педалировать, так сказать, прикрывать свою немощность, соответственно, прикрывать свою неспособность организовать работу и повысить качество жизни в своей стране непосредственно. Поэтому смотрят там, так сказать, заглядывают другим, в рот подстрекают и так далее. Ищут способ отвлечь население Украины от злободневных проблем. Поэтому Крым, Донбасс и так далее на этом педалируют, ставят как причину того, что на Украине все плохо, хотя все плохо в головах у руководства украинского. Не более, не менее. В данном случае за 23 года, а вы спросите, ну и крымчанина любого, и спросите любого прицеля крымско-катарского народа, а что сделали для вас из того, что обещали украинские власти? Расскажите. Указы о реабилитации всех украинских президентов все обещали крымско-катарскому народу. Кроме нашего президента Владимира Владимировича никто не сделал. Мечеть соборную с 2011 года обещали. Все ходили, то есть землю там выделяли, скандалы сами устраивали, интриговали, то есть как бы сталкивались всех лбами. Наш президент только решил этот вопрос. Школа четырех президентов украинских, 44-я, которую сделать не могли, но близко даже к этому вопросу не подходили. Чего, то есть пока наш лидер не дал поручения, не взялся за этот вопрос, ничего не двигалось с мертвой точки. Землю людям обещали. Сколько лет, то есть всем, кто приехал сюда. Пусть помнит вот кто-то из представителей крымско-катарского народа, вот любой, что вот конкретно в Украине, какие программы вот были. Сегодня я задавал там прикон, там какие-то деньги там ходили давали, в данном случае подкупали больше. Ничего не делали. Врали, сталкивали нас лбами всех крымчан разных национальностей, подводили к тому, чтобы мы представители разных конфессий, соответственно, разных национальностей, то есть друг друга ненавидели, там по любым проблемам забивали клинивать отношения. Вот и все, что происходило. Поэтому я не знаю, что они могут вспомнить хорошего, скажите, что было сделано. Для всех крымчан в общей сложности только потребительское отношение ничего более, то есть как бы, не делалось. Конечно, то есть как бы сегодня АШО, вот они даже у себя там все это позиционируют. Что они на этом саммите рассказали на этой крымской платформе? 0,0. Они, наверное, и хотели, что главным подарком, чтобы был взрыв, подрыв этой газовой трубы, я так понимаю, что все это сводилось к одной ситуации, чтобы в один день. Еще и свиньи, то есть взяли себе название крымские партизаны. Я просто говорю, если бы с ними поступили как с партизанами, они бы еще признались бы в этом ситуациях. Как так можно вообще то есть себя вести? Это же просто, ну, даже ничего не могу сказать. Поэтому я еще раз говорю, и ко всем крымчанам обращаюсь. То есть как бы всегда можно сравнить с тем, что было и как стало в данном случае. И да, есть проколы, есть неудачи, есть ошибки, есть недоработки. То есть как бы это все есть, но это есть в любой стране, в любое время. И все познается, поверьте, сравнение. Но нам нечего вспомнить хорошего, вот с точки зрения работы там органов власти, за те 23 года, которые Крым находился в составе Украины. К сожалению, я не был политиком, знаю, что происходило, соответственно. Только все там занимались, то есть реализация ресурсов больше ничего. Так что мы дома, и я знаю, что подавляющее большинство крымчан верит в Россию, верит президенту, любит нашу страну. То есть как бы я могу сказать, Крым навсегда российский, никогда на Украину не вернется. И наш лидер сегодня еще раз, президент еще раз, сегодня мы видим в СМИ сообщение о том, что сказал четко, вопрос Крыма закрыт раз и навсегда. А приехавшие представители, там 46 стран, если я не ошибаюсь, я так понял, что они приехали за наградами, он там какие-то награды их там Зеленский награждал. Ну чего-то я толку, вот я пытался вникнуть в глубокий смысл этой платформы. Ну по-моему такая ересь, то есть как бы театр абсурда, то есть какой-то вообще, никто не знает, что говорить, каждый по-своему. Президент Венгрии вообще говорит, что вы в Венгров там зажимаете и так далее, то есть вообще, ну я смотрю, то есть видно, что несанкционированное выступление, видать, то есть как бы не дали слова. Ну тихий ужас, просто позорище на самом деле. Вот просто позорище. Поэтому, уважаемые крымчане, не обращайте на какие-то платформы однозначно внимания своего. Российская Федерация, наш президент, наши граждане, то есть все возможное делают, чтобы Крым развивался. Соответственно, и с точки зрения безопасности, Крым всем обеспечен. Ничего Крыму в военном положении не угрожает вообще. Да, вообще, в принципе, ничего не угрожает. Мы, поверьте, не то что там нападение, но нападать точно никому не советуем. И действительно, в Российском Крыму проведена масштабная работа по обустройству репатриантов. Решаются множество бытовых вопросов, и один из основных – жилищные. Строятся многоквартирные дома, выкупается жилье для очередников. Вот как сократилась очередь за эти семь лет? Вот в общей сложности за семь лет у нас 623 семьи по указу президента данного случая о реабилитации. Те, кто был депортирован по национальному признаку, получили квартиры. В общей сложности до 2023 года получат квартиры еще 1500 семей. Всего в очереди на сегодняшний день стоит 3067 семей на получение жилья. Программа эта будет продолжена. Здесь, к сожалению, наличие строительных компаний, темпы строительства не позволят данную программу решить раньше. Но сегодня мы двигаемся, соответствующими темпами. И, соответственно, все, что делается по поручению президента, уверен, будет доведено до конца. За этот период более 4000 семей получили земельные участки. Это в первую очередь касалось тех, кто добровольно принял решение и ушел с самозахватов. Кстати, на которые тоже с 2006 года кто толкал? Украина. Почему выходили люди, ну и разных национальностей. Сегодня, кстати, с Балаклавской тоже было обращение, как раз захват 270 человек, по которому почему-то тоже не было принято решение до этого, но тем не менее. Мы уже там администрация тоже дал команду еще раз выход на место определиться. То есть почему людям обещали, ничего не делали. Людей толкали на, соответственно, ну на тот момент это было преступление, это был захват государственной земли. Руководили этим, я тут никто, я думаю, не сомневается, и все знают, там Мустафа Джамильев, Рифа Чубаров. И, мало того, многие захваты земельных участков, это все по заказу было сделано. После этого им там приносили деньги, они людям, соответственно, никаких участков ничего не давали, если так уже даже людям и денег не давали, тем, кто участвовал, соответственно, на этих ситуациях. Люди все были обмануты, были инструментом в руках непорядочных дельцов. Это тоже как один из инструментов. До конца года еще получат 1500 человек, еще получат земельные участки, именно как льготники, которые стоят в очередь. Поэтому этот процесс двигается. Соборная мечеть строится. В данном случае, ну все, уже решение принято, и поручение президента есть. Я говорил с Максимом Станиславовичем Орешкиным по ряду процессов. Там собирают коллеги, там инвесторы полностью, так сказать, обновили свои решения в части финансирования. Поэтому все двигается, ну все развивается, поверьте. И главное, что мы сохраняем, это мир, уважение, дружбу между нами и между всеми народами, которые проживают на территории Республики Крым. Здесь огромная роль лидеров духовных конфессий. На самом деле есть огромное спасибо нашему владыке, нашему Лазарю, нашему Муфтибею, Амире Хаджи Аблаеву. Спасибо огромное. Духовному управлению мусульман Крыма. На самом деле, вот всем, кто сегодня состоит в Международном Совете, мир дар Божий. Спасибо огромное. Мы синагогу будем строить в Крыму, тоже есть поручение президента. То есть я разговаривал с Владимиром Владимировичем, то есть он говорит однозначно, тоже синагогу мы должны построить. Да, то есть решение такое есть. Я разговаривал с нашим раввином, то есть как бы поддерживаем ситуацию. Армянские церкви разражаем, караимские и так далее, греки. То есть все народы, которые в Крыму проживают, имеют право на свое развитие, культуру, традиции, сохранение этой культуры, передачи детям памяти, то есть как бы родных и близких. Поэтому все это будем поддерживать, ничего без внимания не останется. Сергей Валерьевич, у меня остаются буквально два вопроса. Мы традиционно с вами обсуждаем строительство трех важных объектов. Соборная мечеть, мемориальный комплекс «Юрень» и Центр полиэтнической культуры молодежи. Расскажите нам, пожалуйста, на каком этапе реализация этих проектов. Ну, мечеть я уже сказал, то есть как бы вышло поручение президента правительства Российской Федерации. Коллеги с администрации президента сейчас ту работу заканчивают. Финансироваться все равно будут проекты из внебюджетных источников и будет закончен. Так или иначе, вот на следующей неделе, то есть мы подводим здесь, приезжает уже группа специалистов, чтобы мы сроки окончания строительства оценили. Поэтому сейчас просто уже не хочу говорить, но несколько раз переносили. Опять же, в большей степени по объективным причинам. Что касается станции «Юрень», кстати, и станцию «Юрень», мемориальный комплекс, украинские власти на ЖД вокзале обещали крымско-катарскому народу сделать. То есть изначально ни одного обещания украинские власти крымско-катарскому народу и другим крымчанам не выполнили. Так или иначе, вы помните, какие тут лозунги были? Политиков на выборы при Украине, когда шли и двойные гражданства. Кто только что, кто что только не обещал. 0,0. Все они сбежали, эти украинские политики, и слава богу, мы перекрестились и забыли о них. Мемориальный комплекс станции «Юрень» однозначно будет сдан в ноябре месяце, уже введен в эксплуатацию. То есть мы были с посещением, никаких вопросов, то есть память о трагедии крымско-катарского народа и других народов, которые были депортированы, конечно, будет сохранена без вопросов. Люди смогут узнать о своих родных и близких, что с ними произошло. Что касается Центра политической культуры, мы ожидаем выхода с экспертизы, там тоже были смены подрядчиков. Соответственно, к сожалению, был расторгнут договор с предыдущим подрядчиком. Общая стоимость объекта, в первую очередь, 990 миллионов рублей. Вот ожидаем, что контракт на строительство, на продолжение, будет заключен в ноябре месяце этого года. Окончание строительства, в первую очередь, конец 2022 года. Поэтому все в движении. Кипу здесь, спасибо Чингис Физеевичу, Якубову, ректору коллективу Кипу. То есть продолжают дело Физея Кубовича, царство небесное, на самом деле, заслуженного человека, который очень много сделал для республики Крым и для своего народа сделал очень много. Поэтому двигаемся вперед, центр будет возрожден. Крымский инженерно-педагогический университет принимает студентов сегодня уже со всей страны. То есть это тоже наша визитная карточка инженерной специальности, очень сильные преподаватели, педагоги. Поэтому все двигается, то есть на месте не стоим. По каждому объекту практически, который проблемный, вникаем в ситуацию. Кстати, по Зеленогорской школе люди со встречами звонили коллеги. Борис Давыдович мне звонил по поводу ситуации школы. Три подрядчика с 2016 года сменилась. Я там приношу извинения крымчанам и жителям Зеленогорского поселения. На самом деле школа будет сдана в этом году. Дети пойдут, это в эксплуатацию будет сдана. Заречная школа тоже будет сдана в этом году. Но гарантированно с 1 сентября следующего года в этих школах уже будут учиться дети. Все уже там понятно. Но с 2016 года, к сожалению, были украдены авансы, опять сбежали подрядчики и так далее. Но вот каждый вопрос практически необходимо индивидуально разбирать до косточек. В данном случае раскладывать ситуацию и так далее. При этом, конечно, в общей сложности сегодня, при том, что мы очень много сделали, в данном случае есть, конечно, еще и населенные пункты. Это села, в принципе, численностью людей, проживающих в селах. От 12 человек до 1000. Вот Пчелина, это Белогорский район, зеленогорское поселение, соответственно, 12 человек там проживает. Но тем не менее, все равно люди живут, надо там оказывать содействие. Но это имеют те объекты, 91 село, в основном небольшой численности, которых, к сожалению, не было никаких капитальных ремонтов, ни инфраструктурных проектов за эти годы. Это около 6-7% от общего количества поселений. Поэтому я что хочу сказать, что дойдем до каждого поселения. Но мы при этом, мы с коллегами говорили, конечно, там, где людей проживает всего 12 человек, или один двор из некоторых села в данном случае, конечно, просто надо думать, как людям помочь выехать под одно село, под один двор или под 12 человек, по всем уважению, ну газ там 20 километров трубу кидать, ну просто, то есть необъективно. Но никого один на один с проблемой не бросим. Будем заниматься этими вопросами, подводом газа и так далее. Так что все двигается, еще раз говорю, лично участвую практически во всех проблемных вопросах, в обсуждениях, так или иначе. Приношу извение крымчанам, если где-то мы не дорабатываем, а такие тоже вопросы есть, к сожалению, на некоторые вопросы приходится заходить по нескольку раз. Да, зачастую, конечно, люди, ну и возмущаются справедливо, и в той части, что то, что звучит по телевизору, не соответствует в данном случае ситуации. Но большая часть того, что звучит на сегодняшний день с эфиров каналов наших, это не в плане того, что они соответствуют, а результаты. То есть мы говорим, да, все правильно, транслируют все правильно, а потом по результату договаривались, условно, что выйдут на место, посмотрят, что-то сделают конкретно, будет реконструкция системы водоснабжения и так далее. В итоге не сделано. Понятно, что люди одно говорят, другое делают. Но я могу сказать, что со второго, с третьего захода мы зайдем на каждый объект, гарантирую, что все мероприятия, которые нам поручил резервить президенты, которые ждут крымчане, будут выполнены. Если со срывом сроков, виновные будут наказаны без всяких вопросов. И при этом у нас сегодня есть возможность включить в процесс молодые кадры. Вот я уже с коллегами сказал, не ищите на руководящей должности людей с опытом. Таких, которые с опытом и их позитивно оценивают, и вы их на рынке не найдете труда. Соответственно, они, как правило, уже заняты, уже востребованы соответственно. Поэтому берите молодежь, у которой горят глаза. Я сказал, уже не боятся ставить людей без опыта соответственно на ответственные должности. Если человек в течение трех месяцев формирует план действий на конкретном своем рабочем месте, то есть понимает стратегию развития отрасли, узкие места, и может прийти и доложить свое видение, и сказать, я вижу, готов прийти к такому-то целевому показателю. Мне все равно, сколько ему лет, колонн вероисповедания, национальности и так далее, он будет работать. Но я вообще, в принципе, вероисповедания национальности в объективках не смотрю никогда. Коллеги знают, у меня надо счет. Я всех делю на порядочных и непорядочных. Вот те, кто отвечает за то, что обещает, а те, кто не отвечает. Вот и все. 9 октября 2014 года вас избрали на пост главы Республики Крым. Если оглянуться на эти 7 лет, что бы вы изменили? Сложно сказать. Путь-то очень политический, правильный. У меня, наверное, если взять все ошибки, они могут быть связаны только с кадровыми решениями. Значит, ни на тех людей не в то время сделали ставку. Вот, наверное, так могу сказать. Но все, что не делается, все к лучшему. Наверное, без этого опыта не было бы другого. Как было оценить изначально, если первый год работы? Я там в госорганах никогда не работал, соответственно. И всегда все принимал за чистую монету. Если мне что-то говорят, обещают, я считал, что это так и есть. Потому что я сам никогда не врал, чтобы выйти и там чего-то рассказывать. А когда там, ну, смотришь там через один вопрос, это так, ну, наверное, мягко сказано. Через один вопрос, то есть несоответствующая реальному информации, на основании которой принимается решение. Конечно, это уже удручать начинало, когда их количество начинало зашкаливать. Иногда казалось, слушайте, а когда же начнут правду писать? Ну, по каким вопросам? Я говорю, если мне пишут ложь, то что пишут гражданам? Я говорю, коллеги, ну, тем не менее, еще раз говорю, я хочу на оптимистичной ноте закончить. Это все нормально. Раз мы понимаем свои узкие места, значит, мы знаем, как с ними справиться. Поэтому все вместе, еще раз говорю, под руководством нашего лидера, нашего главы государства, уверен, что Крым превратим первый в регион-донор, соответственно, в регион, в котором комфортно, качественно жить. И всех благодарю, и своих коллег, и крымчан, крымчан, за терпение своих коллег, большую часть специалистов, особенно тех, кто в среднем зрении работает, за ответственную работу. Руководителей неравнодушных не хватает, но тоже мы их, коллеги, найдем, они есть. Я не сомневаюсь. Сергей Валерьевич, спасибо вам. Спасибо большое. Это было главное интервью с главой республики Крым Сергеем Аксеновым. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КАКСОН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова